Во Владивостоке прошло заседание, посвященное подведению итогов деятельности приморской системы РСЧС и планам на год. В Приморье продолжают совершенствовать систему защиты населения от чрезвычайных ситуаций, сделав акцент на их предупреждении. Мы живем в таком регионе, который географически расположен в море, рядом Тихий океан. Поэтому все эти процессы, которые зарождаются там, они, конечно, и на нас, и на наших соседей оказывают непосредственно влияние в виде тайфунов, циклонов, наводнений. Поэтому просто каждый год должны совершенствовать систему предупреждения чрезвычайных ситуаций, быстрой их ликвидации, восстановления всех тех объектов, которые необходимы для жизнедеятельности, для развития хозяйства. И мы в этом направлении, в общем-то, учитываем опыт всех предыдущих чрезвычайных ситуаций, делаем выводы, упрепляем систему ГОЧС, РСЧС. В частности, после ледяного дождя сформирован парк передвижных дизель-генераторных установок, и этот опыт был применен во время недавней аварии на подстанции во Владивостоке, когда максимально быстро удалось развернуть оборудование. Если говорить об основной стихии Приморья – наводнениях, то, по словам губернатора, заранее проводить расчистку русел рек позволили принятые в федеральное законодательство поправки. И знаете, что был принят закон, который позволяет этой системой, ну скажем, управлять в процессе предупреждения этих ситуаций, заранее проводить очистку русел рек, заниматься выемкой грунта под мостовой, заниматься выносом этого леса, который наслаивается, особенно перед мостами, перед переходами. Вот, закупили необходимую технику и сейчас работаем по муниципальным образованиям. Создали агентство по гидрологии мелиорации, которое будет в последующем через свой подвет продолжать эту работу. Также в крае уделяется особое внимание к пожароопасному периоду. Усиливается группировка соответствующих специалистов, закупается нужная техника. Сформированный комплекс мер уже позволил в минувшем году снизить число пожаров более чем на 11%, а лесных возгораний – более чем в половину. Это строим новое депо, закупаем новую технику, поэтому готовимся, усиливаем эти группировки. Я думаю, что это все сказывается на скорости ликвидации чрезвычайных ситуаций, на тех спасательных работах, которые проводят ГО, МЧС за счет своих сил. Быстро, оперативно, с задействованием всех сил – воздушных, наземных и морских. То есть такая слаженная работа позволяет нам при том, что это продолжается постоянно, но каким-то образом, еще раз говорю, минимизировать те потери, последствия, которые возникают от стихийных бедствий. После официальной части заседания Олег Кожемяков вручил дипломы и кубки лучшим муниципалитетам, пожарным и спасательным подразделениям Приморского края. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.